Привет! Давай вместе приготовим русские оладьи. Представь, выходной день. Вместе с семьей вы хотите позавтракать. Ты идешь на кухню и готовишь очень простые, но в то же время супер вкусные оладьи. Давай приступим! Для этого нам понадобится емкость, в которой поместится наше тесто. Не берите слишком маленькую емкость для того, чтобы было удобно. Два куриных яйца. Один пакет пекарского порошка. 250 мл кефира, минимум 2,5% жирности. Пшеничная мука. Сито, для того, чтобы мы могли просеять муку. И венчик, которым мы будем взбивать наше тесто. При желании можно добавить ванилин. Давай приступим! Разбиваем яйца. Взбиваем яйца до однородной массы, для того, чтобы белок с желтком, они стали одним целым. Дальше мы добавим один стакан кефира. В моем случае я использую домашний. Оладьи получаются пышнее с домашним кефиром. Взбиваем все вместе. И теперь, внимание, нам нужно будет просеять полтора стакана муки. То есть я использую тот же стакан, в котором был кефир, для того, чтобы была точная мера. И получается, на одну меру кефира нужно использовать полторы меры муки. Просеиваем муку, для того, чтобы наши оладьи получились пышными. Далее в просеянную муку добавим пекарский порошок. Также отлично подойдет чайная ложечка соды, гашеная в лимонном соке, либо уксусе. Тщательно взбиваем тесто, так, чтобы в нем не оставалось катышек. Посмотрите, примерно вот такой консистенции должно получиться наше тесто. Не слишком жидким и не слишком густым. То есть консистенция густой сметаны. Дальше мы добавим ванилин. И опять все хорошенечко перемешиваем. Разогреваем сковороду и добавляем немного растительного масла. Также очень вкусно будет со сливочным. Я использую вот такую мерную ложку для того, чтобы выкладывать оладьи в сковороду. Но если у вас такой нет, то отлично подойдет и обычная столовая ложка. Итак, на разогретой сковороде начинаем обжаривать оладьи. На моей сковороде помещается по три оладушки. Однако же, если у вас сковорода побольше, вы можете ставить столько, сколько помещается. Либо, если вы хотите ускорить процесс, можно взять две сковороды. Обжариваем на медленном, либо на среднем огне. Очень важный момент. Перед тем, как переворачивать оладьи. Оладьи должны застыть с краев, но центр, он должен быть жидким. Тогда они получатся пышными. Когда вы видите, что центр оладьев еще жидкий, тогда уже можно переворачивать оладушки. Дальше я использую тарелку, на которую поставила салфетку, для того, чтобы лишнее масло из оладьев впиталось в салфетку. И продолжаем процесс. Обжариваем оладьи. При необходимости можно еще добавить масло с края сковородки. При желании можно фантазировать. И еще на жидкое тесто оладьев можно поставить любые фрукты, либо же ягоды. Получится очень вкусно. В среднем занимает примерно 30 секунд, для того, чтобы оладушки хорошо обжарились с одной стороны. Но все зависит от того, какая у вас плита и сковородка. Продолжаем обжаривать оладьи. Но если у вас нет времени и вы спешите, можно тесто спокойно поставить в холодильник и пожарить его на следующий день, к примеру. Главное, перед тем, как обжаривать тесто, которое стояло в холодильнике, дайте ему согреться до комнатной температуры, чтобы тесто не было холодным. Иначе они не поднимутся. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Ну разве не чудо? К оладьям отлично подойдут фрукты, ягоды, мед, сметана или же просто варенье. И поверьте, вашей семье понравится. Приятного аппетита!